В завершении наша 12 конференция о генетике и механизме кристаллизации. Было здесь заслушано довольно много устных докладов, сообщений, стендовые сессии. Я бы хотел бы сказать, что очень активно принимали участие молодые наши ученые. И вот, как вы помните по программе работы нашей конференции, сегодня у нас заключительное засыпание, круглый стол, который посвящен актуально проблемам кристаллизации. Ну, действительно, надо сказать, что за последние, может быть, 50-е, я не знаю, даже, наверное, 100 лет, можно сказать, сделано очень много в плане раскрытия, ну, так будем говорить, тайн процесса образования кристаллов. Это и процессы зародыша, процессы роста кристаллов. Но, тем не менее, вот доклады, которые прозвучали на данной конференции, те дискуссии, которые состоялись во время ответов на вопросы, показывают, что еще целый ряд проблем предстоит решить. И мы сегодня вот на этом круглом столе планируем как раз заострить внимание на тех нерешенных задачах, которые предстоит решать научному сообществу в ближайшие годы. И вот сейчас на третьем столе хотелось бы как раз, чтобы выступили наши участники с теми вопросами, по которым сейчас имеются еще неоднозначные мнения или, как говорится, нерасставленные точки над «и», чтобы решить, значит, как нам жить дальше, на что направить свои усилия. Так, кто хотел бы открыть, может быть, Игорь Витальевичу, это вопрос как главного идеолога, начать эту дискуссию. В материалах нашей конференции все предыдущие годы, они печатались в журнале «Теорус науки и технологии» с более подробным отчетом не о том, как назывались выступления, а о тех идеях, о тех проблемах, которые поднимались на конференции. Причем все участники, докладчики, и участники дискуссий, и участники крупных столов, которые были у нас регулярны, они в этом отчете помечались скопом. Вот такая-то идея была высказана, и указание на ту личность, которая эту идею либо высказала, либо удержала, либо возражала, и так далее. Мы сейчас там обсуждены. Так что вот, на первом уставе у нас будет сейчас ввестись протокол, а потом будет запись попозже, вот поэтому перед выступлением просто называть себя, и потом уже говорят. Ну, является ложным. Это отсутствие некой общей, если хотите методологической, схемы достаточного эксперимента. Эксперимента, который на современном уровне не вызывал бы возражений, связанных с тем, что его мало, или бы он сделал не так. Вот, мне кажется, это самая основная проблема. Профессор Безиновский, Илья Николаевич, представитель института химии и раствора. Уважаемые коллеги, значит, я по специальности не имею в смысле, не имею в смысле прямо кастеризации, как таковой, да? Моя, нам очень интересна, это кастеризация линейных полимеров, дефицитных. Но я посещаю эту конференцию давно, когда даже не было в ней эссекции полимерные кристаллы и жидкие кристаллы. Конференция тем хороша, что здесь работаются много очень тонких вещей. Презультаты вообще процесса уникальной природы. Риндовское изучение его написано на листе титульном конференции, да? Кинетика и механизм кристаллизации. А вот дальше, да, идет нечто, значит, такое, которое, значит, по сути дела повторяет первое, да? Но меняет смысл. Самоорганизация при фасообразовании. И, значит, эссекции есть, здесь такие, как, например, да? Значит, самоорганизация при кристаллизации и комплекс образования в растворах. Вот сам процесс кристаллизации, есть уже самоорганизация. Не было порядка. Он появляет в этот порядок. Значит, видел ли кто-нибудь, да? Кристаллизацию чего-нибудь в чем-нибудь, когда атомы или молекулы в элементарную ячейку впихивались на систему? Думаю, никто и никуда. В чем суть? Беда нашей науки сегодня состоит в том, что не только в области кристаллизации, но и во всех других областях появляется масса словесной шелухи. Если говорить грубо. Или, если говорить деликатно, термины обертки, термины бренды. Которые не имеют научной ценности, но имеют потребительскую стоимость. Понимаете? Значит, но... Вот моё поколение, значит, и даже, значит, и старше меня, и даже поколение, которое положено лет на 30, да? Они все проходили политэкономию. И знают, что стоимость потребительских появляется на рынке. И только на рынке. Но конференция научная – это не рынок. Значит, рынок куда появляется? Когда вы пишете грант. И знают, что комиссия экспертная. Вот комиссия – потенциальный покупатель. То, что вы говорите. Вот для неё, очевидно, бренд, обёртка, как на конфетке, имеет смысл. Хотя это против здравого смысла. Но это объективная реальность. То есть я к чему призываю? К тому, что надо разделить научную конференцию, да? И обсуждение чего-то конкретного. И, так сказать, другую часть, так сказать, как называется она будет? Уплепортажа. И вот почему у меня такой вопрос задался, да? Вот я буду приказать область нового учёного по поводу того, что он организовывал с помощью электрокимии покрытие на алюминий и т.д. Речь, два, про самоорганизацию. Значит, ну всё хорошо, да? До тех пор, пока мы не будем говорить про вот, а что платим, где тричь-то? Значит, поэтому, вот мне казалось, что нам, когда мы идём на конференцию научную, да, нормально, нет нужды использовать бренды, слова бренды, слова, так сказать, обёртки, да? То есть речь должна идти в бруссу. Вот спрашиваются, да? Вот эта секция, самоорганизация, регистриализация, о чём это должна быть речь? О том, что как и почему возникают именно эти, структуры, а не другие. И все они возникают. Ну, сами к тебе, естественно. И в природе, и в технике. Да? Природный кристалл алмаза растёт сам произвольно, я надеюсь. Да? Но это шедевр. Его можно вырослить искусственно. Он будет таким, что он не будет одним шедевром. То есть, вот у человека влёкать, да? То есть, давайте не будем путать рынок и научно путариваться. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...